Ровно 24 года назад началась антитеррористическая операция в Чеченской Республике. По данным Союза Комитетов солдатских матерей, во время первой и второй кампании погибло около 14 тысяч военнослужащих. Среди них были и анапчане. Имена героев России Виктора Мелькова и Вячеслава Евскина сегодня известны всем. Мы сегодня вспоминаем одну из самых горестных страниц истории современного российского государства. И более 20 молодых красивых парней, анапчан, не вернулись с той войны, остались навсегда на полях сражений. И мы сегодня с большой признательностью говорим слова тем организациям, которые помогают родителям этих анапчан. Мы говорим большое спасибо тем, кто не забывает об этом подвиге. Митинг в сквере боевой славы объединил десятки анапчан. В этот день сюда пришли ветераны боевых действий, молодежь, представители общественных организаций. Особые слова матерям, воспитавших героев. Мать Ивана Крыгина не смогла пережить эту утрату и очень скоро умерла сама. Потому что действительно любовь к своему сыну, к своему ребенку и потом потерять – это действительно горе, которое невозможно ни описать словами, невозможно объяснить. В этот день хочется сказать слова благодарности и низкий поклон матерям, родным и близким погибших, которые воспитали героев, которые ценой своей жизни защитили всех нас от того беспредела, который начал твориться в Чеченской Республике. Никогда наши сыновья не постучат в дверь и не скажут «Мама, не волнуйся, я вернусь». Никогда мы больше не увидим светлый глаз своих сыновей. Они не прятались под нашей ручки. Они не прятались за плечи отцов. Они пошли выполнять свой долг. И я сегодня хочу говорить о памяти. Представители администрации и ветеранских организаций возложили к мемориалу цветы. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского провел панихиду по погибшим. Их память почтили минутой молчания. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин